Мотоциклисты категория водителей, отношение к которым самое неоднозначное. Одни их обвиняют в большинстве ДТП, другие наоборот проявляют уважение. Наш корреспондент Вероника Гамзюкова познакомилась с представителями мотодвижения и узнала, какой стиль вождения категорически неприемлем. Одно из последних ДТП произошло 9 мая. 25-летний водитель мотоцикла Хонда проигнорировал требования сотрудников ГАИ остановиться. Пытаясь скрыться, мужчина не справился с управлениями, въехал в забор. С травмами он был госпитализирован. На дороге выехало большое количество мотолюбителей. Хочется отметить, что большинство из них это как бы добропорядочные, добросовестные участники дорожного движения. Но есть и отдельная категория, это так называемые мотохулиганы. С категорией мотохулиганов проводится плотная работа, целенаправленные мероприятия, рейды. За 10 последних дней было выявлено 8 мотоциклистов, не имеющих права управления. Данной категории транспортных средств. И 4 мотоциклиста выявлены в состоянии алкогольного опьянения. С января по апрель на территории Гомельской области произошло 6 ДТП с участием мототранспорта. И только 3 из них по вине владельцев мотоциклов. Сами участники мотодвижения отмечают, что на дорогах нередко сталкиваются с неуважительным отношением со стороны водителей авто. Например, одни специально блокируют проезд в мотоцикл, другие стремятся подрезать на дороге. Виктор Исаченко – байкер с многолетним стажем. На дороге он не раз сталкивался с пренебрежением. Превышение скорости – это не самый лучший вариант показать себя. Допустим, техника безопасности писана чужой кровью. То есть, если знак стоит, его лучше не нарушать. Опасно. А так, да, бывает и вытесняют, и где-то режут, и проехать не дают. Бывает, наружно мешают движению. Но нельзя забывать о том, что за любое действие, за любые поступки приходится отвечать. Нарушители на мотоциклах не любят даже сами байкеры. Один человек может испортить мнение о всем сообществе водителей двухколесных транспортных средств. Среди частых нарушений – езда в нетрезвом виде, вождение бесправ и превышение скорости. Николай Потапенко, председатель общественного объединения «Автомото-друзья», периодически тоже встречает хулиганов. С такими старается пообщаться и вразумить, что дорога игр не прощает. Хотя и отмечает, что в последнее время любителей погонять стало меньше. Ну, попадаются негативные элементы. Конечно, сложно с ними работать. При встрече пытаемся объяснить, что не надо так наглеть. Как бы все в одном городе, все катаемся. Не надо нарушать и делать противозаконные действия. В прошлом году по дорогам столицы ездила девушка, которая выполняла акробатические фигуры прямо во время движения. Ее выступление засняли на камеру, а вскоре сотрудники ГАИ выписали экстремалке штраф. Это красиво, это шикарно. То, что она умеет – это класс. Это говорит о том, что водитель – профессионал. Но желательно не показывать такие вещи на дорогах общественного пользования. Как я часто замечаю, по тому же Реческому проспекту в час пик человек ездит, поднимает на заднее колесо и между машин шпарит. Ну, это неправильно. Кому ты что хочешь доказать? Не надо. Это игра в одни ворота, и мотоцикл ошибок не прощает. Получить права на мотоцикл несложно. Надо сдать экзамен в ГАИ, теорию и вождение. Если есть категория «Б» – это только вождение на полигоне. На площадке есть несколько точек – восьмерка, разгон, торможение, маневрирование и другие. К нам приходят люди, собственно, абсолютно разного возраста, от 18 до 60, приблизительно 5 лет, разных социальных слоев, абсолютно разных профессий. Как бы, ну, цель у всех, в принципе, одна, наверное, оседлать железного друга. Что для этого нам нужно? Записаться в автошколу, взять с собой непосредственно паспорт, пару фотографий и медицинскую справку. И захватить настоящее желание, пожалуй, обучиться этому. Само обучение проходит в течение буквально месяца. Инструкторы отмечают, что сейчас довольно часто стали приходить на обучение девушки. Примерно 10-15% от общего количества. Как правило, сюда приходят те, для кого научиться водить мотоцикл – это мечта с детства. Пришла учиться на мотошколу, так как моя это была мечта с детства самого, даже в юности ездила. Ездила на скутере, но вот решила уже поездить на мотоцикле, так как права бы имею машину, но мне не так интересно, как хочется поездить на мотоцикле. Опытные мото-водители всегда соблюдают личную безопасность. Надевают шлем и защитную одежду, включают ближний свет фар, чтобы их было лучше видно. И не стремятся обгонять машины, резко выезжая из слепых зон. Помните, мотоциклист на дороге более уязвим, а взаимоуважение среди участников движения – это одно из ключевых негласных правил. Вероника Гамзюкова, Игорь Морищенко, Александр Харлампов. Специально для программы «Дефакто».